На улице Байкальская заканчиваются последние приготовления. Уже нанесена дорожная разметка, почти доделано ограждение. Вдоль магистрали обозначены пешеходные дорожки. Навяжение здесь было перекрыто в ноябре 2011 года. Открытие магистрали ждали 1 июля, но подрядчики перенесли сдачу объекта на две недели. Прямо на месте, в окружении строительной техники, проходит рабочее совещание. Предстоит решить, состоится ли долгожданное открытие на этот раз. Качество работ, проведенное на путепроводе, подтверждает служба строительного контроля. Все акты на скрытой работе, все прочностные качества бетона, все достигли сегодня, для того, чтобы позволить запустить движение по путепроводу улицы Байкальской. Минимальная прочность бетона, при которой можно запускать движение, составляет 75%. Пробы показали, что сейчас она 94%. На сегодняшний день, согласно всех строительных норм и правил, можно, так сказать, динамическую нагрузку уже давать на... При обеспечении полнейшей безопасности. То есть вы готовы здесь, так сказать, стать под мостом и... И под мостом, и на мосту. Заместитель председателя правительства Иркутской области Николай Хиценко вместе с генеральным директором фирмы-подрядчика Анатолием Косяковым принимают решение о запуске транспорта по Байкальской. Сегодня ночью будут протянуты провода троллейбусной линии и подключены светофоры. Первым транспортом, который проедет по вновь открытой для движения магистрали, будет троллейбус. С нашей стороны все готово. Контактная сеть соответствует нормам и техническим условиям для нашей качественной работы. В четыре часа у нас выезжает пробный троллейбус. После этого мы получаем разрешение под КЖКХ, ну, скорее всего, сегодня. И движение должно идти по расписанию. Уже завтра иркутяне смогут выйти на привычные остановки общественного транспорта. Кинотеатр Баргузин и Трелиссера. При этом на улице Седова движение продолжится в прежнем режиме. По словам сотрудников Иркутской ГИБДД, сдача объекта существенно разгрузит транспортный поток на Партизанской, Первой Советской и Карлолипнихта. А за состоянием Байкальская будут следить. Через трое суток возьмут новые пробы асфальта. Долгожданное открытие улицы Байкальской – лишь завершение очередного этапа строительства четвертого пускового комплекса моста через Ангару. По обе стороны магистрали продолжается стройка. Здесь будет путепровод, который пройдет под улицами Байкальска и Седова и откроет сквозной проезд по Пескунова. Также планируется благоустроить прилежащую территорию. Все работы будут завершены до конца октября. Галина Тюрнева, Виктор Тагмитов. Новости сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok